Чемпионат мира по футболу начался в Катаре, а у нас в Артёме в физкультурно-оздоровительном комплексе в рамках акции «Дети-2022» состоялся не менее интересный турнир дворовых команд. Это круто, это здорово. Пусть лучше будет владение мечом, то есть на высшем уровне, чем владение, потребление всякой продукции непонятной, никотина содержащей. Проводила турнир организация движения общественного роста. Администрация Артёмовского городского округа оплатила аренду зала в физкультурно-оздоровительном комплексе. Большую помощь оказал Центр развития физкультуры и спорта Приморского края и его руководитель Александр Максименко. Но все же важнейшим фактором стала сама организация команд. Антон Урзиков является неформальным лидером юношеского футбольного дворового движения в городе Артёме. Именно он через социальные сети и личные контакты пригласил команды на турнир. Не обязательно быть в одной школе учиться, да? Это обязательно жить в одном дворе? Это обязательно дружить. То есть бывают ребята, которые, например, с одной школы, с одного района, но к ним присоединяется кто-то с другого района. То есть тут дружба и, ну, любовь к спорту, любовь к футболу. Ребята очень рады, что такое проводится. Ну, то есть даже результат вот этого турнира, то есть видно, что ребята как отдаются, какие эмоции испытывают положительные. И, конечно, все позитивно относятся к этому. В турнире приняли участие 8 команд. Игры проводились по олимпийской системе. Два тайма по 10 минут. Проигравший выбывал. Но у игроков оставалась надежда победить в специальном конкурсе, который проводился для всех в перерыве перед полуфинальными играми. Нестандартная конкурсная программа включает в себя специальные задания. Удары по воротам, по перекладине, удары с наката, с центра поля, проходы к вратарю и другие приемы футбольного мастерства. Ты где так научился? На футбол пошел с детства, научился. А что еще умеешь? Понял, что он умеет еще? Эй, кроме того, как ронять микрофон, что еще умеешь? Труди какие-нибудь. Какие? Покажи. Тебе профессионалу интересно принимать участие в таких турнирах? Да, очень. Почему бы нет? Играете, бегаете в удовольствии, набираетесь опыта. Командный дух. Ребята заведомо команды, заведомо слабее вашей? Ну, я бы не сказал. Большинство команды, например, как Хасан, Темп, все игроки, с ними всеми начинали вместе. Играли раньше в одной, потом разошлись. И так получилось, что кто-то к одному, кто-то к другому. Вы в футболе разошлись, а по жизни дружите? Ну да, можно так сказать. Также все равно тесно общаемся плотно. Пока одни соревновались в мастерстве владения мячом, другие готовились к решающим матчам. Сейчас будем играть в полуфинале, дай бог пройти и выиграть. Скажи, пожалуйста, а что вас сюда привлекло? Желание победить или просто поучаствовать? Для себя. Просто. Главное, участие не победа. Футбол не мешает учебе? Нет, вообще нет. Если человек организованный, то это не будет. Никому? Ну, есть, я думаю, люди, которым это мешает, но лично мне не мешает. Сама организация. Вот, пожалуй, главная особенность дворового спорта. У них даже тренера нет, а есть команда и желание играть в футбол. Если ты хочешь чего-то добиться, ты можешь и сам этого сделать. Но, конечно, с тренером было бы легче. В итоге команда «Альварес» заняла третье место. На втором месте «Хасан», которая в финале уступила победителям команде «Темп». В целом о турнире можно сказать, что усилия общественных организаций по развитию дворового спорта и выделенные администрацией деньги для системных занятий физкультурой и спортом подростков и молодежи потрачены не зря. Александр Наточев, Иван Петров, Светлана Норик, Городские новости, Артемовский телеканал. Лента.